люди всем привет а у нас сегодня распаковочка почти 40 где-то дней я ждал прямиком из китая это что-то большое ссылки сразу скажу тем кто перематывает видео ссылки на вот это что-то большое в описании чтобы не задавались сколько стоит где покупал и так далее не распечатал само собой просто в весеной китайском все абсолютно ничего интересного нет и не дает что у нас в наборчике это я так понимаю держалочка к стеночке клеток прикручивается это разные насадочки по диаметру сам сам аппарат я доволен так больше ничего нету больше ничего и не надо это вот это вот крепится вот сюда вот как то вот так наверное и работает сейчас я его соберу и покажу что он может ну все зверь подключен собран готов к эксплуатации насадку сразу поставил самую узкую потому что в ростове у александра тот человек у которого я работал он в принципе меня посвятил в азы вот этого вот всего наконец-то собрался купил себе такую штуку так вот у него стояла вот такого диаметра такую же поставил сейчас и я себе остальные просто отложил пока тут его крутил не так смотрится добротно собраны резиночки корпус ничего не телепается не отваливается крутится плавно равномерно так включаем тут компрессорный компрессор начаем в роли компрессора мембрана используется так это вот воздушный поток скорость потока но это само собой температура температура до восьмерки якобы он там типа 800 градусов дует ну бред сейчас поставим на пятерочку у нас есть пирометр подождем сейчас 20 секунд он тут себе прогреет нагореет нужно пятерки палец и на таком расстоянии ухты ну короче уже не держу начинаем мерить понятно бред куда-то не туда я попадаю виды так эксперимент придал и надо греть кусок железки вообще сейчас возьмем кусок пластика попробую его расправлять у меня есть уже на чем поэкспериментировать стоит машина на работу потом как раз бампер надо проваривать туда слабенько пирометр брешет или слабенько попробуем на кусочки пластика это пластик с бампера жигуля bs им же мы будем работать как припоем я с него отрежу тонкую полоску и как пруточек сварочный буду использовать в принципе ну обычно режет больше но это надо заняться сделать себе включаем и попробуем плавить я чуть позже еще сделаю каких-то видосах выкину таблицы плавление пластиков но это не секрет как бы они в открытом доступе в интернете есть чтобы подогнать определиться температуру при которой пластик плавится но еще не разрушается в принципе да расплавление есть надо интенсивный вот пошло отлично скоростью воздушного потока можно регулировать насколько сильно он будет раздувать пластик пропаян после выключения он еще сам себя охлаждает такая вот фишка по поводу охлаждения есть не у всех аппаратов читал долго читал перед тем как вообще покупать многие аппараты из дешевых не оснащены просто вот этой функцией продувки и поэтому там очень быстро сгорает пен долго выбирал но честно скажу купил за очень недорого для такого аппарата посмотрим как он будет работать есть у нас такой вот пациент человек попросил это все дело сшить и покрасить кусочком украсить это мы будем в следующем видео сейчас мы просто рассмотрим как это дело все пропарить любая работа с пластиком начинается с того что его надо зачистить зачистить зоны нашей работы далее надо состыковать и и пока что прихватить хотя бы на торцах чтобы он не расходился потом мы эти пломбы вытащим и пока просто мне придерживаю в этом месте я проваривать не буду сейчас стоят заклепки дальше для работы нужен будет паяльник чтобы сделать разделку швов разделка швов сварщики понимают что это такое это в местах стыка прилегания материала нужно выбрать фаску как бы снять чтобы мне было куда укладывать наполнитель если пластик разорван и принесли нам его в мешке мы фаски можем поснимать наждаком но когда вот в таком состоянии их снимать просто неудобно а ножом если делать это можно можно посрезать лишнее поэтому когда собрали все до кучи горячим паяльником просто провели он выдавил наружу лишнее из торцов и можно будет работать где-то на такого состояния тут даже отверстие распаял ничего страшного разрабатываем фаски снимаем делаем разделку швов и туда сейчас будем впаривать впаивать не знаю как это назовите как хотите сращивать пруточек пруточек который я вырезал из бампера донора а так как я это буду делать с одной стороны сварку то вот это просто необходимо сделать если бы с двух сторон я это делал пропайку сварку то можно было в принципе и не делать разделку так аппарат прогревается сейчас выберу для себя оптимальную температуру и надо сразу прогревать и пруток и зону куда будем вносить материал ну такой вот шов вот здесь уже дальше пошло хорошо еще надо отрегулировать температуру слишком много еще сдал там надо вначале еще проложить потому что яма образовалась в принципе ничего сложного надо только приноровиться что все теперь можно не можно а нужно подождать пока остынет и можно вытаскивать вот эти скобы они нам уже тут просто не нужны ну все проварился все везде подсовывал теперь надо выждать сушку окончательно вот это вот надежнее конечно чем пайка сетка и так далее хорошая операция денег стоит теперь зачистка шпатлевание но это не для этого видео все на этом всем пока ссылки на эту штуку в описании в описании в описании в описании в описании